Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Live. И у нас с вами рубрика по комментариям, по уральским комментариям. Все-таки заглянула я к Уралке на канал, чтобы посмотреть, что же там пишут ее поклонники-хомяки. Что же они, интересно, написывают Уралочки. И есть ли там действительно восторги. Вы знаете, погуляв по ее каналу, я понимаю, что Уралку и на собственном канале пустили на смех. Ну и много было комментариев как раз-таки по поводу животных, что очень жалко, что навечно они заперты в этих клетках. Я, ребят, тоже очень жалею таких животных. Я никогда не бываю в зоопарках. И, если честно, мои дети не изъявляли желания сами. Тоже, если были какие-то поездки от школы, то они никогда не ездили. По той причине, что, наверное, очень любят животных, жалеют и понимают, и, видя все это, расстраиваются. Ну и Уралки писали по поводу животных. Зачитаю некоторые комментарии. Ненавижу с детства зоопарки, тюрьмы для животных, обреченных на вечное заточение. Понимаю, заповедники, но не клетки. Самые жестокие люди это создали. Дальше. Такие все милые животные, но их так жалко как-то. Понимаете, Уралки не жалко. Уралка не имеет жалости. Она никого не жалеет. Она жалеет только себя. Поэтому ей было весело. Ей все это нравится. Ее все это забавляет. Вы же слышали, как она визжала. Вы же слышали, как она орала. Как полоумная, как ненормальная, кричала от восторга. Представьте, это взрослая баба, которая, походу, никогда в жизни не видела животных, птиц. Она даже не знает, где какая птица и где какое животное. И что тут говорить? С этим бутербродом обещала собаке дать и так и не дала. Естественно, она в свое хавало заткнет этот бутерброд, но собаке не даст. Нет у этой женщины, к сожалению, никому. И ее прикалывают вот такие вот зоопарки. Да, ей все это нравится. Как раз-таки Визг ее об этом и говорил. Дальше, ребят, что пишут Уралки по поводу зоологии. Где и куропаток там нашла. Ольга, срочно учить зоологию. Да ей бы букварь выучить. Какую зоологию? Дальше. Даже ребенок удивился. Жирафы. Вот я, ребята, говорю, видимо, она страусов с жирафами перепутала. Ну, одинаковые же, да? Похожие. Для Уралки это одно и то же. Ну, и, значит, дальше. Как много Оля говорит, поражена ее познаниями в зоологии. Да, о какой зоологии может идти речь? Хорошо, что она там знает, как что написать и прочитать хоть что-то. Какая зоология? Там ни зоология, ни биология, ни химия, ни физика и рядом с Уралкой не лежала. Тут по Уралке же заметно. Она двух слов не может связать. Она мычит, мычит, пока вспомнит. Достаточно, ребят, вспомнить этот разговор. Я все в каждом ролике напоминаю. Где она про рекламу рассказывала и призналась, что на них дело завели. А где завели, забыла. Вот как раз-таки это и говорит о том, что Уралка настолько бестолковая, что какая зоология? И я даже и не удивилась и близко, что она чего-то там не знает. Где лиса, где песец, где какая птица. Да, что она не в курсе. Откуда ей это знать? Она вон забыла, где дело на нее завели. Представляете? Дело завели, а где она не помнит. Что здесь скажешь? Дальше Уралки пишут. Оля, но чем дальше, тем больше удивляешь. Ты в какой школе училась? Жирафы? Бивни в носу. Половину животных не знаешь. Ну как в какой? В коррекционной. В какой она школе училась? Она в коррекционке училась. Дальше на швею она там отучилась. Я когда говорю швея, знаете, что, ребят, вспоминаю? Видеоролик был в ТикТоке. Мама у дочки спрашивает, что как называют женщину, которая шьет. И девочка говорит шиюха. Как только я говорю швея, у меня сразу представление этой девочки, этого видоса и как она назвала швею шиюхой. Ну а что, нормально? Прикольно. Дальше уралки пишут. У нас выходной день, как будто они работают. Там каждый день праздник жизни. Ну да, и не только праздник жизни. Там у них каждый день праздник живота. Они каждый день жрут от пуза, радуются и веселятся. Потому что у уралки самый главный праздник. Это как раз таки праздник живота. Она счастлива всегда, когда она ест. И больше, походу, ничего особо у нее и восторг не вызывает. Здесь ее подогрели, ребят. Ну явно ее подогрели. Потому что, ну, нереально, чтобы трезвая баба так визжала как раз таки в этом зоопарке. Но мы с вами все слышали, как она орала. Ну, неужели трезвый человек так будет визжать? Ну или она и правда такая какая-то полоумная, что на трезвяк визжит, как ненормальная. Я не знаю, ребят. Ну вот, честное слово, дальше написали уралки. Да вы с Ириной не меньше медведей. Ну да, слушайте, они с Иркой уже одинаковые. Но смотрите, как уралка оценивала животных. Все у нее плотненькие, все у нее такие толстенькие. У нее же одна оценка была по габаритам. Если толстые, жирненькие, да, то значит хорошенькие. Капец. Ну, уралка с собой сравнивает. Ну а как же без этого? Дальше стебанули уралку. Написали комментарии, адресованные Абдугани. Салам, Абдугани. Всем кишлаком потрясены твоей операторской работой. Удерживать такую большую голову в кадре это дорогого стоит. Продолжай снимать. Ну да, уралка же сказала, снимай, смотри, чтобы голова влезла. Чтобы уралка не осталась без головы в кадре. Ну, видимо, она знает, какие способности у Абдугани в плане операторской работы. Поэтому и попросила его смотреть в оба, чтобы только голова была в кадре. Поэтому и стебанули в комментах. Всем кишлаком потрясены твоей операторской работой. Удерживать такую большую голову в кадре это дорогого стоит. Продолжай снимать. Ну и дальше зрительница Уралкина, насколько я понимаю, написала комментарий. Читаю комментарий и прихожу к выводу, что тут нельзя высказывать свое мнение. Ни деструктивное, ни конструктивное. Иначе недремлющие стражи галактики налетят, затопчут, проклянут. Да так и есть. У Уралки там собачатся все, кому не лень. Что бы кто ни написал. Особенно, когда касается советов. Значит, Уралке нельзя давать абсолютно никаких советов. Тут же налетают, тут же обзывают, тут же гоняют. И Уралочку это устраивает, что у нее есть личные шавки. Да, которые любят полаяться, любят поскандалить. Ну и это, собственно, несчастные бабы, которым делать нечего. Даже поругаться, собственно, не с кем. Пошли бы с соседками, что ли, своими поскандалили. Но нет, они сидят на канале у Уралки и от злости не знают, на кого бы налететь. Ну, я скажу, что это ненормальные люди. Дальше у Уралки написали про ее безграмотность. Оля, опять демонстрируешь свою безграмотность. Кроль ты? Кроли! Лишь бы заполнить время тупостью. Игра на публику. Говоришь, что все делаешь от души. Девочки как пришибленные. Звери от вас ошарашенные. Какой словарный запас скудный. И, ребят, на всех этих вот комментариях очень много лайков. Очень много. Но я вам скажу, что Уралка вряд ли все это читает. Если она и прочитает пару комментариев, где ее критикуют, я думаю, что она дальше не продолжает читать. Потому что у нее, скорее всего, от всего этого начинается нервный тик. Ну, а вот Сафарелла читает. И что касается Уралки, он не удаляет. А если вдруг на него кто-то что-то напишет, то тут же чистит. А Уралочку и Абдугани пускай, пускай полощет. Нормально. Для него это нормальное явление. Главное, что не его. Главное, что не его. Ну и дальше. Очень шумная экскурсия. Я удивляюсь, столько людей было. И не только их компания, но только один голос. Только Ольгин. Видимо, это была реклама этой фермы для привлечения клиентов. И, конечно, поражаюсь. Женщина на инвалидности. Больные ноги. Вес огромный. И столько ходит. Что это за заболевание? И какие назначения? У нас, чтобы узнать свой диагноз, надо в разных местах пройти врачей. Наверное, в Ревде грамотные врачи. Вы знаете, я тоже порой удивляюсь. Я вот думаю, что она кричит, ноги у нее не сгибаются, ничего она не может. Ручку обдугани ей в подъезде подает, потому что она сама не может подняться на первый этаж. А тут, как торговый центр за жратвой, так она шмынделяет туда-сюда. Здесь тоже, получается, в этом зоопарке, сколько она ходила. Достаточно долго. Ну, если, конечно же, ее там согрели в машине для сугреву, ей плюхнули, да, и она за воротник закинула, то, может быть, телехоньки и появились. Ну, кто знает, кто знает. Ну, неспроста же она так визжала. А так мне тоже не понять. Все болит, ничего не помогает. На даче палец, а палец не стукнет, только ходит визжит, да, и команды раздает. А здесь, прям, слушайте, столько исходило, и столько восторгов у нее было, и ни разу не вспомнила про больные ноженьки. Ну, и дальше просто замечательный комментарий. Оля, ну хватит трындеть, не умолкая. Останови свой словесный поток. Понятно, что эмоции зашкаливают, но такое впечатление, что это тебя из зоопарка выпустили погулять. Ребят, да так и есть. Так и есть. Даже, я говорю, дети. Дети более-менее молчали. Абдугани вообще ушел где-то от них подальше, видимо, чтобы и в кадр не попадать, и чтобы не позориться с ними. Ходил себе тихонечко, рассматривал, а это, слушайте, рот не закрывало. И пофигу, что она там чесала. Несла же такую пургу, неграмотная, бестолковая. Но рот у нее не закрывался. И правда, как будто ее из зоопарка выпустили погулять. Но так и есть, ребят. Она в заточении. Она в заточении в своей квартире. Она в плену у жрачки. И у нее абсолютно нет никаких интересов. Она и нигде не была. Где она могла побывать, скажите мне, ребят? Где, куда она могла ездить? Вот машинеху-сафарчику прикупила. И теперь она, барыня, командует, куда, где ее завести. Вот поэтому она и визжит. Потому что за свои 53 года она нигде не была и ничего не видела. Поэтому она и выглядит такой бестолковой, как будто полоумной теткой. В общем, ребят, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте свое мнение. Но я хочу напомнить, что это лично мое мнение. И я его никому не навязываю. На этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока.